Восемь команд и десять разноплановых заданий для каждого в их числе – поиск исторических зданий, развлекательных центров и вокзалов, а еще тесты на знания анекдотов и названия городских улиц. Чтобы отгадать все ребусы от организаторов, пройти замысловатый маршрут и по полученным подсказкам добраться до финиша, участниками автоквеста «Нестандартный мозырь» понадобилось в среднем по полтора часа. Уже второй раз в этом году был проведен автоквест «Нестандартный мозырь». Организаторами автоквеста выступают наши активисты. Это молодежный актив при секторе по делам молодежи Мозырьского райисполкома. Мы очень рады, что мероприятие состоялось, что молодежь участвует. Хотелось бы поблагодарить участников, а также всех тех, кто не остался в стороне и помог нам в проведении данного автоквеста. Среди участников второго автоквеста как новички, так и лидеры прошлой игры. В каждом экипаже минимум три человека. Ломали головы над загадками и вопросами близкие родственники, друзья и коллеги. Свои сборные на соревнования выставили нефтеперерабатывающий завод, мозырь «Газ», кинотеатр «Мир», представители общественных организаций, бизнеса и городская молодежь. Участвовали мы уже второй раз в этом конкурсе. Супер. В прошлый раз мы приехали далеко не первые. Когда мы зашли, увидели, что мы первые. Эмоции, впечатлений, вообще куча. Задания были разные, сложные и простые. Конечно, думали, где-то и подсказку брали. Но все очень понравилось. Мы в большом восторге. Ждем результатов. Команда Ольги в этот раз действительно улучшила свой результат и заняла второе место. Ребята совсем немного уступили команде заводчан, которая одержала победу благодаря постоянным тренировкам. В последнее время очень часто изучаем историю мозыря и проводим велотренировки по городу. Поэтому мы с некоторыми местами знакомы наглядно. Когда мы узнали, что это связано с велосипедом, и стало ясно четыре цифры, я довольно часто катаюсь на велотранспорте. И у меня была фотография подобная. Мы даже хотели немножко схитрить. Но когда приехали, увидели, что организаторы позаботились о том, чтобы не было никаких подвохов. И изменили цвет этой цифры. С белого на черный. Практически на всех станциях квеста участники делали креативные фотографии. Вот на станции технического обслуживания, недалеко от авторынка, наоборот, должны были получить фотокарточку в обмен на анекдот. Связь координаторами держали через вайбер. Бензином питается, огнем кусается. Код следующего задания – селфи на его фоне. Финальной точкой запутанного пути стал развлекательный центр «Спутник», где прошла церемония награждения. Победители и призеры получили подарки от спонсоров автоквеста. А каждая команда в отдельности – массу позитивных впечатлений.